Ты не забудь Все, что было Все, что было Понял? Пойдем Я не поняла, ты глухой? Нет Так пойдем Я на задании, ворона В каком еще задании? Ну помнишь, кто-то разрисовал тебе стенку на третьем этаже около туалета Конечно помню, я ее два дня оттирала Вот, это был Шевкуненко из седьмого, а сейчас Чише Аня допрашивают его с поличным Где? Так, сейчас он не получится Стой, 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 стой У нас сложная операция, ты его спугнешь Да ему же самому операция потребуется Потом Сейчас он должен клюнуть Я ему сейчас клюну А ну-ка стоять Ну что стоишь, давай, побежали Все равно мы его раскололи Что значит раскололи? У нас улик не было Тогда мы сказали Шевкуненко, что у нас есть свидетель Но за 200 рублей мы и свидетель будем молчать Сегодня он принес эти 200 рублей и все рассказал Как рисовал, а сколько и какой краской Да? А чего он тогда побежал? Не знаю, наверное, со страха Так-то он никуда не денется Ну раз не денется, то пойдем со мной, держи Куда? Пойдем, я тебе по дороге расскажу Стой, гад! А ну-ка стоять! Я у нас кафе Вижу, никого не впускай, не выпускай Я на задержание Понял Так, все внимание, внимание Кафе временно закрыто на задержание Стоять! А ну-ка стой! Попался! Поздравляю всех с успешным окончанием операции Ленка, привет! Господи, торнадо, цунами, ураган! Точно! Я так рад, что ты разбираешься в этих природных катаклизмах, Ленка! Ну, зачем меня вызвала Бормана? Давай рассказывай! Ну-ну-ну-ну-ну! Он хочет сделать из тебя отбивную котлету! Котлету! Отлично! Почему? А ты не знаешь! А я не знаю, не догадываюсь! А эти дверки послушайте Я послушаю Угу Про меня говорят Серьезно? Серьезно? Уфечки жалуются Да? А? Дим, ну о чем он еще говорит-то в нашей школе? Только о Дмитрии Чижове и его супер-пупер-мега-гипер-команде Как она называется, это детективное агентство? Чижиков, не знаешь, что ли? Точно, конечно знаю Дим, с тобой очень опасно находиться Ты сметаешь все на своем пути Ты зачем разгромил кафе? Да Между прочим, вот именно сейчас об этом разговаривают Вячеслав и Борис Максимович А я слышу, Ленка, я слышу И они чушь там несут Да Тихо Тихо, я вообще слышу Ну что это такое? Ну как будто я виноват Слушайте, вы не можете что ли сами между собой разбираться? Почему обязательно директор должен быть крайним? Вот объясните мне, пожалуйста Нет, ну это просто... Это возмутительно то, что вот они там говорят Знаешь, Дим, я должна тебе как боевая подруга сказать Что Борис Максимович крайний зол И хочет в отношении тебя принять крайние меры Какие меры, Лена? Какие меры? Ну, я подумаешь, перевернул в кафе стул Там у них каждую перемену переворачиваются стулья Там моторчики, да? Да, там моторчики, Ленка Потому что я не просто так Я не просто так Я ловил преступника опасного, понимаешь? Угу Он знаешь, что сделал? Что? Не знаешь, я тебе расскажу Он на третьем этаже Возле женского туалета Разрисовал стенку А я поймал его Я поймал его, воспитал его Направил на путь истинный Ну, ты прям как Архангел Гавриев Да, я Архангел Да К сожалению, Дим, твои детективные методы не прошли проверку Вместо кропотливой, серьезной, сложной работы Ты почему-то делаешь Мамаева побоище в кафе Тебе, кстати, вот этот лак нравится или нет? Или может быть желтенький оставить? Да какой лак, Лена? Что мне сейчас там будет? Ну, ничего хорошего Но если Борис Максимович не сделает из тебя отбивную котлету, он сделает из тебя пельмени Смешно Ну да Но, боюсь, с лишением премии ты не отделаешься Это мы посмотрим еще Ну-ну Все, пошел Ну давай, иди Все, встал и пошел Ну давай Давай, давай, Чиж, пошел Да, да, да Совершенно согласен Это безобразие Здравствуйте, Борис Максимович, вызывали? Да, Чижов, здравствуй, вызывал Вот тут ребята на тебя Жалуются, да, ребята? Жалуются, это не совсем то слово, Борис Максимович Мы в гневе Они в гневе Наше кафе за какие-то пять секунд превратили в авгиевые конюшни В авгиевые конюшни Пирожки не в кондиции, поскольку они лежат на полу То же самое с морковным салатом Да не берет никто их морковный салат Не берут Две тарелки разбиты Ну на счастье, по сути-то бьются К чему к счастью у нас? У стула отломана ножка Ну а стул это вообще ножка Это к счастью у что? Да он же издевается над нами с вами, Борис Максимович Как Чижов? Ты над нами издеваешь? Это, кажется, вы тут ребятки надо мной издеваетесь Я ношусь в мыле по всей школе Бегаю еще преступников Стоп, 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 стоп Давай вот без лишнего пафоса Да я без пафоса Это я так скромненько еще, Борис Максимович Так, ну скромненько, не скромненько, выражайся попроще, пожалуйста Выражаюсь попроще Я понял, к чему вы клоните Я никуда не клоню Нет, вы клоните, Борис Максимович И я понял, к чему Хорошо Я не буду заниматься общественным делом Я не буду Спасибо большое Приятно было поработать До свидания Вот и отлично По правде говоря, ничего отличного Надо его вернуть Вызывали, Борис Максимович? Не надо быть таким обидчивым Дима Ну что-то я правда Что-то я погорячился, как маленький, ей-богу Простите, Борис Максимович Вячеслав, простите Ну все, пошутили, поиграли А теперь по делу Так, давайте, все по делу Итак, Чижов Значит, я хочу, чтобы ты Так И твои ребята Вся твоя команда Была, как бы тебе это правильно выразиться Поаккуратнее, понимаешь? Борис Максимович Поаккуратнее Обещаю, все Обещаю Да, можете даже не распоряться, это все сделаем Другой разговор, я доволен Подождите, подождите, Борис Максимович Как это, я недоволен Я совсем недоволен Пускай как-то компенсируют ущерб Или просто уберутся в кафе Ну что же это такое, Борис Максимович? Мы бегаем, значит, носимся Ищем кого-то Ну, задели что-то Чижов Нельзя быть таким мелочным Компенсировать на всего две тарелки Это копейки А вы Все равно убираетесь каждый день В этот раз уберетесь чуть-чуть Побольше Ну, это другой разговор Пускай занимаются каждой своей работой Мы преступников ищем Они полы моют Все Отлично Замечательно Теперь, пожалуйста, пожмите друг другу руки И закончим на это Это я согласен Давайте Вот, Чижов, что такое настоящая дипломатия Угу Да Ну, что там? Все произошло так, как и должно было быть Сначала все было нормально Директор меня выслушал Кивал головой Сказал, что это действительно перебор А потом пришел Чиж И понеслось Начал лапшу на уши вешать Да, и не только Он еще кетчупом сверху палил Кто бы сомневался Ярик, он сказал, что каждый должен заниматься своим делом Вот ты, например, прибираться здесь в кафе А он что-то там расследуется своими малолетками То есть я должен прибираться Да, ты должен прибираться Извини, что отвлек А ты что будешь делать? Я буду подавлять себе гнев, который просто разрывает меня изнутри Всем привет Так, парни, мне три пирожка с картошкой, три сосиски в тесте и яблочный сок И побыстрей О, кто пришел? Правая рука Чижа Точнее, правое крыло Про крыло это смешно Угу На, вот прочитай Да ладно вам, парни Да нет, ты читай, читай и вслух Переучет Я скажу тебе больше Для тебя, для твоего шефа и для вашей этой девушки, как там ее зовут, я не помню Аня Варенина Да, в нашем кафе вечный переучет Мало того, с этого момента он будет до тех пор, пока вы не закончите школу И до тех пор, пока Чижа не выглядит отсюда три шеи А че это вы должны выглядеть? А я не знаю, я знаю только одно Что каждый должен заниматься своим делом Вот мы с братом работаем здесь в кафе, а вы что там расследовать? Только что давай иди, расследуй Ладно Понял? Понял Ты понял? Понял Ну вот Кажется настроение мое улучшилось, я немножко подавил себе гнев Да? Тогда может поыбираешься? Не-не-не, ну не до такой же степени, Ярик Слушай, ты бы это сам прибралась бы что ли, а? Такой беспорядок! А может в следующий раз, а? Ясно все, о, добытчик пришел, ну давай добытчик, рассказывай Че принес? Ничего не принес Не понял, а с чем я буду чай пить? Ну видимо с удовольствием, с большим А я не хочу с удовольствием, я хочу с пирожками А я с пирожами Ну? У тебя что денег нет? Так бы и сказал Да есть у меня деньги, есть, просто буфетчики отказались меня обслуживать Нагрубил буфетчиком, понятно Ань, сгони Даааа, они тоже ничего не продадут И тебе ничего не продадут А, ну ясно, я смекнул че к чему Ополчились, да, на нас буфетчики? Совершенно верно Понятно И надолго они ополчились, не уточняли случайно? Уточняли, уточняли Пока мы с тобой школу не закончим, а чижане уволят Нормально То есть они думают, что мы тут фигней занимаемся? Ну что-то вроде того, да Ясно И что теперь делать? Два года бутерброда с собой таскать? Ты знаешь, я по дороге думал, что делать И решил, что в принципе провизию можно покупать и подставных лиц Так, погоди, успокойся, есть идея получше Мы заставим этих буфетчиков уважать наш нелегкий труд Ограбим кафе Дима Че? Ты здоров? Угу Мы расследуем преступления, а не... Тихо Мы ограбим кафе, потом расследуем это дело Буфетчики нас зауважают, вот увидите Еще в долг нам будут давать все Я понял, я понял эту мысль Я поняла, но мне это не нравится Тебя никто не спрашивает, нравится, не нравится Мы сделаем идеальное преступление, комар носа не подточит Крутая идея, че ж мне нравится? А мне нет Может есть какой-нибудь другой способ, а? Ну например, мы извинимся, поможем ему с уборкой Там, ну... Аня, посмотри на себя Ну? Ты первоклассный детектив, какая уборка, тебе швабра не к лицу Хотя вообще, зачем нам Аня и Егор, мы сами справимся с этим делом Да конечно А, ну ж нет! Мы расследуем все вместе и грабить будем тоже вместе Привет! Шевкуненко? Да! Бумажки собрал? Что я-то сразу? Собрал! Так, тебя директор прислал ко мне, чтобы я тебе припахала на ближайший месяц, да? Да! Чтобы ты понял, что такое труд уборщика, да? Да! Эх, жаль! Что жаль? Жаль, что я сегодня слишком устала, ты бы всыпала тебе по самое не могу Короче, слушай меня, Айвазовский Завтра ты приходишь в школу в семь утра Берешь в кладовке швабру и ведро и начинаешь мыть полы Так же ты заходишь в каморку к чижу и выбрасываешь там мусор, понятно? Понятно! Потом ты идешь на уроки После уроков ты опять берешь швабру и ведро и начинаешь мыть пол во всей школе Начинаешь с четвертого этажа, понятно? Понятно! Если ты будешь халтурить, я заставлю тебя мыть школу не только изнутри, но и снаружи, понятно? Понятно! Если будешь плохо мыть, будешь мыть школу с зубной щеткой, изнутри и снаружи, понятно? Понятно! Если ты сейчас плохо понял, второй раз объяснять я тебе не буду, понятно? Понятно! Все, понятно, любый мой, завтра утром жду! ЗВОНОК В ДВЕРЬ Ёлки палки ЗВОНОК В ДВЕРЬ О y ll ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ Что, самоскарад, сняли быстро, снимайте эту ерунду. Что за смс-ки, я же сказал, никаких смс-ок. Чиж, извини нас, пожалуйста. Да тебя не было, мы же договаривались час. Тебя все нет и нет, мы думали, что ты заснул. Когда я заснул, я... Тихо. Я ждал, пока Заботин покрепче заснет. Алиби придумали. Да, я сказал, что пошел спать, а сам свалил из квартиры. Я тоже. Ну, молодцы, а если родители зайдут в комнату проверить, спите вы или нет, и что? Сказал же, со свидетелями, алиби, со свидетелями. Да где мы тебе свидетелей найдем в два часа ночи? Ну, я же как-то нашел. Лиза, что подтвердит, что я за компом сидел до трех часов? Может, она подтвердит, что мы с тобой сидели, а? Ох, пойдем, все. Блин, я кого туку взял. Идиот какой, пошли. Ну, что ты схватил, а? Одень перчатки. Аня, ты что тут делаешь? Почему ты не на шухере? Я не хочу, там страшно. Давай, иди, не буди во мне зверя, иди на шухер. Хорошо. Что это за перчатки? Ты получше ничего не мог найти? На, держи фонарь, иди. В кассе ничего нет. Там должна быть картонная коробка, посмотри повнимательнее. В ней должно быть. Вот они. Отлично, давай, собирай их, пакуем и валим отсюда. Ага. Чичим, Заботин идет. Прячемся, Заботин идет. Прячемся, Заботин идет. Он что, нас запер? Ты поразительно догадлив, парень. И что нам теперь делать? Дверь выбьем? Да, давай, сделай это так, чтобы никто не услышал. Это как? Никак. Давайте успокоимся и подумаем, как это можно сделать. Нам нужен сообщник. Ты где найдешь сообщника в два часа ночи, Чиш? Найду. Алло, Санек, привет. Ни за что не догадаешься, где я сейчас нахожусь. БИТЬ! Ох. Субтитры сделал DimaTorzok Слыхал, школьники зашумели Первый урок скоро, в буфетчик небось уже приперлись Что-то я не выспался совсем Да никто не выспался, Чиж Выспалась, наверное, только Аня, которая дома ночевала Ну ладно, она заслужила, пускай спит А мы с тобой кофейку трестим Слушай, Чиж, у меня к тебе созрел вопрос Давай А почему ты думаешь, что буфетчики обратятся к тебе, а не в милицию, а? Хороший вопрос, очень своевременный Так, ну во-первых Я думаю, что из-за трех тысяч рублей обращаться в милицию не резон Кто звонит? Неважно Во-вторых У наших правоохранительных органов с раскрываемостью так себе Согласен Ну и в-третьих Кому захочутся все эти протоколы, явки, неявки? Позволь, я отвечу Да, Вячеслав Обалдеть Хотел помучить их Что говоришь, повтори еще раз Кафе ограбили Да брось ты Ну, это просто честь для меня, что ты обратился ко мне Да ты даешь Ладно, наверное, сейчас забегу к тебе Давай, свари мне кофе Пока Молчишь, ну ты, конечно, даешь Да Ну что Деньги, деньги, деньги Деньги пускай полежат у тебя До конца следствия нашего Я пошел, закрой что-то Ну ладно, пойду поучусь Деньги, 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 деньги Так, что это мы такие грустные, а? А вас же обокрали, точно Ребята В случае, если это расследование увенчается успехом, а по-другому быть не может Я хочу попросить вас об одной вещи А какой вещи? К вам приходил Егор Калыванов, мой сотрудник И вы сказали ему, что для него, для Ани Варенина и для меня Это кафе закрыто на вечный переучет Вы ведь пошутили, правильно? Нет, мы не пошутили Ярик, подожди, ну, продолжай Так вот, я хочу, чтобы вы нас кормили целый месяц бесплатными затоками Если все будет хорошо Сейчас, разбежался Ярик, подожди В течение недели Двух? Десять дней Ладно, десять дней меня вполне устраивает Кроме того Подожди, давай начинаешь расследование Да, начинай Кроме того, ты мне обещал чашку кофе? М-м-м Привет Привет, освободитель Вот ты ночью ушла А я всю ночь не спал, думал У меня столько мыслей в голове было, что я даже не знаю, как спросить Успокойся и сосредоточься Так, это все правда, что вы ребятам сказали? Вы действительно собираетесь вернуть деньги? Конечно Мы же не грабители Да я это знаю А когда вы собираетесь это сделать? Ну, наверное, через пару часиков Изобразим видимость расследования и вернем Вот хорошо, если так И скорее бы все это закончилось Я тебе еще раз говорю, успокойся Нашел! Где? Что, все деньги? Нет, улика! Это же пугарица Тем более от моей формы, да? О, у нас первый подозреваемый, кажется Что ты хочешь им сказать? Я бы тоже хотел Слушаю Слушай, давай лучше в милицию посадим Подождем А чего же, дайте так все понятно Я сказал подождем Значит так, ребята Это изымайл для следственного эксперимента Держитесь, все найдем, всех отыщем Подождем Что еще? Ограбление произошло Что еще? Что еще? Что еще? В кафе украли всю выручку Слава Богу Чего, слава Богу-то, Борис Максимович Это же серьезное преступление Чего, слава Богу Не нервничай, успокойся Как я могу успокоиться? Борис Максимович, надо же что-то делать Это же не чашечку украли Это деньги, всю выручку Не успокойся Просто я уже в курсе, понимаешь? И вы так вот спокойно тетрадочки проверяете? Ну а что мне делать? Остановить учебный процесс, что ли? Надо в милицию звонить Так, успокойся Еще раз говорю, успокойся Расследование под контролем, понимаешь? Скоро преступник будет найден и изобличен А, вы уже позвонили в милицию, да? Расследование ведет Чижов Чижов? Борис Максимович, вы что, с ума сошли, что ли? Вы же умный человек, вы же талантливый Дима Оуна и так раскурочил полков И он еще и делом этим будет заниматься Так, давай дадим ему шанс Я уверен, у него получится Получится, обязательно что-нибудь получится А в это время еще кто-нибудь что-нибудь украдет Вот воришки на это не останавливаются Они могут тут что-нибудь Пу-пу-пу-пу Сплюнь через левое плечо Не буду Хочу, я тебе расскажу, что будет, если мы позвоним в милицию Давайте Вот сюда придут следователи Начнется большое расследование Начнут ходить проверяющие из РАНО Вообще, вот помнишь, вот, бандитский Петербург? Помнишь? Вот так же у нас будет бандитская школа В черный список нас ведут, понимаешь? Нам это надо? Нам это не надо Все Парец Максимович, я просто поражена Если вы не будете звонить в милицию Я сама позвоню в милицию Так Минуточку Здесь я директор Понимаете? Я директор И я буду решать, куда звонить Зачем и почему Минуточку, Парец Максимович Здесь я законопослушная гражданка И я тоже буду решать, куда мне звонить Зачем и почему Я звоню в милицию Так, значит, да? Значит, так, да Вот так вот вот так звали но сначала я позвоню сейчас чужого и узнаю вдруг он чего нибудь уже нарыл странная же вроде закрывал дверь мамочки чёрт чёрт привет первый раз жизни проспала заза не сильно ругалась не да нет поругалась поругалась и перестала а не у нас проблемы что случилось чиж дал мне на хранение деньги те самые которые мы сперли у буфетчиков так вот я их положил сюда на это место я захожу дверь открыта а денег нет ничего себе ты вообще думал по всей видимости ни о чём и что теперь нам делать я понятия не имею что нам делать я придумала у меня есть деньги откуда столько денег мама попросила после школы зайти заплатить за фитнес-зал держи нет нет ты что что значит нет у нас другого выхода нет я не буду брать твои деньги я сам во всем виноват сам все исправлю какой же я идиот да Валерий Максимович ну почти закончили но я бы не хотел вам раньше времени рассказывать потому что мы детективы такие суеверные люди всё будет в порядке Валерий Максимович до свидания ну что ваш покорный слуга смотрел место преступления ну и я думаю минут через десять можно отдавать деньги буфетчикам чё-то по-моему рассказать вы мне хотите судя по вашим лицам чиж так давай что случилось расскажи им чиж понимаешь ты мне деньги дал на хранение вот здесь они лежали а их сперли давай ну скажи что ты пошутил да нет это полная правда чиж их нагло сперли ты чё потерял деньги мы потеряли деньги чиж мы одна команда нет 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 они это я потерял я во всем виноват ты чё смеешься что ли надо мной а если у буфетчиков не будет через десять минут денег они обратятся в милицию а милиция нас в два счёта раскусят если до этого времени нас заботин не сдаст я с ним разговаривал он сильно переживает присядем ну чё расселись то а детективы пошли быстро и нашли деньги через десять минут же они лежали в кармане у буфетчиков нас начали ну чё делать будем есть какие-нибудь соображения давай подумаем кто это мог сделать да кто угодно дверь то была открыта приходи бери денюжки и проваливай да а кто мог зайти я ещё раз говорю кто угодно тут у нас вон все мелкие в прятки играют да чувствую я нашему детективному агентству пришел конец ты чё ржёшь , да чё ж всё хотел заставить меня там убраться а теперь и не надо Ну да, там ведь чисто Ну так Ворона, это ты убиралась у нас в коморке? Ворона, это ты убиралась у нас в коморке Давай побыстрее, это вопрос жизни и смерти Что? А что ты спросил? Убиралась ли ты у нас в коморке? А, нет Я сейчас задушу Егор хотел спросить, а кто убирался? А, Кирилл Шипкуненко Ну, который стены разрисовал Отлично Давай, думай, птичья голова У тебя час времени, думай Привет, Чеш Здорово, Санек, слушай, времени в обрез мы на тебя Ты отдал деньги? Возникли некоторые затруднения Я потом тебе объясню, в чем дело Что? Что значит некоторые затруднения? Санек Деньги я не отдал У тебя все? Я так и знал Ты просто в наглую грабанул кафе И меня поставил еще, так? Посмотри на меня Какой из меня грабитель, Саша? Тогда в чем дело-то? Я не понимаю Я не знаю, как тебе объяснить В чем тут дело Не надо мне ничего объяснять Я сыт по горло уже твоими объяснениями Значит так, Чеш Либо ты сейчас отдаешь деньги Либо я иду писать явку с повиной На, ось, костя Дай мне часа Дай час, Саша Полчаса и иду писать Ясно Да, Чеш Ты мне больше не друг Ну, правильно, да И так и надо, конечно И не дружим больше вовсе Давай, голова, думай У тебя полчаса, а не час Давай ты Нет, нет, нет Давай сама Давай, давай, давай Татьяна Петровна, Шевкуненко в медкабинет Ну что? Сейчас выйдет Стой, 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 брат У нас к тебе есть пара вопросов, Шевкуненко Где деньги, Шевкуненко? Да, где деньги, брат Стой, стой Попался, гадина Я ничего не делал Че ты ничего не делал? Ты убирался в кабинете, Чешо, а? Ничего не делал Ну ты взял деньги Я ничего не брал Я все про тебя знаю, Щекастик Ты Егор, упокойся Че парня, господи, напугал? Ага А чего он наши деньги взял, а? Да ничего он не брал А с чего ты взял? Да потому что он убегал от нас Наверное, шапка горит Нет Если ты не заметил, он всегда убегает Может у него комплекс вины или еще что-нибудь Ага Иди я сама разберусь Комплекс вины Иди я сама У тебя 15 минут А ты, белобрысый гад Кирилл, успокойся, пожалуйста Никто тебя ни в чем не обвиняет Скажи, ты был в коморке? Да Ты брал там что-нибудь? Ничего, только мусор А что это был за мусор? Бумаги, чайные пакетики И ковертник какой-то на полу валялся А что ты сделал с мусором? Выкинул А куда? В помойку Спасибо большое Да уж Ковненько я по помойкам не лазил Да, можно, Борис Максимович? Прошу, проходите Да, слушаю вас Как дела? Что-нибудь выяснилось? К сожалению, ребят, пока еще ничего не выяснилось Но вы не переживайте Борис Максимович, мы все прекрасно понимаем И мы очень хорошо относимся к Диме Чижову Но сильно сомневаемся, по зубам ли ему это дело Это же уголовщина, Борис Максимович Полная уголовщина Ну я, если честно говоря, тоже сомневаюсь по зубам ли ему это дело Но от меня вы чего хотите? Давайте звонить в милицию Да Ребят, вы знаете, почему я не звоню в милицию? Вы же понимаете, прекрасно Тут такое дело, сейчас приедут, начнется вытокал провод, отпечатки пальцев Но это же... Борис Максимович, у нас нет других вариантов Ну, в общем, вы правы, это ваши деньги Давайте звонить в милицию Борис Максимович Что все? Кто? Преступнику удалось скрыться, но я обещаю Он нас больше не потревожит, обещаю Все? Все Спасибо тебе большое, Дима Большое человеческое спасибо Пожалуйста, ребят, пожалуйста Ну, ждем в кафе Давайте, ребят Сейчас подойду Ну что, ну, ну, молодец Молодец Вот так бы всегда Фу Как камень с плеча Вкусно Я знаю, что понял Ну Чтобы быть идеальным детективом Не обязательно быть идеальным преступником Это ты, что ли, у нас идеальный детектив? Ну, я к этому стремлюсь Кстати, если бы не заботен, мы так бы и остались сидеть в кафе Ну, налетайте Не-не-не-не-не, я не хочу Кусок в горло не лезет Положи, положи Не хочу Перенервничал я Анька, что задумалась? Егор сказал Что, если бы не заботен Мы так бы и остались сидеть в кафе Ну да, а что? Конечно, он нас здорово выручил, ребята А ему кто-нибудь сказал, что мы деньги вернули? Эй, 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 ребята! Да, да Саша, слушаю тебя Борис Максимович, это явка с повинной Я вот с этим пойду в милицию Хочу, чтобы вы тоже были в курсе В курсе чего? Почитайте, почитайте Там все написано Чижа! 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 За годом, год, за часом, час Кружит планета, ускоряется Все происходит в первый раз А может просто повторяется Сегодня первая любовь Первая любовь Солкнулась в первый раз с предательством И не хватает нужных слов Не разобраться во встоятельствах Ты не забудь То, что было в школе Все и любовь И до неба горя Все и друзей, и врагов И до драки с полей Ты не забудь Ты не забудь Ты не забудь Ты не забудь 嗎